Масленица Масленица Я думаю, сегодня просто вот эта русская душа у людей просыпается. И мы вспомнили, что Масленица – это один из главных праздников в году. Сегодня мы встречаем Масленицу. А это празднует Масленицу – воспитанники детского сада номер 165. Для детей провели театральную игровую программу, познакомили со славянскими традициями проводов зимы, истоками национальной культуры. Впечатлений у ребят осталось масса. Картошка! Ручки раздавали! Картошки! На праздник заглянули Петрушка и Медведица Марфа. Больше всего детям запомнился танец от Маруси, как ласково называли ее ведущие. Под финал появилась и сама Масленица. Вместе с ней дети попрощались зимой и позвали весну. Завершилось действо всеобщим весельем и плясками. И пляску устраивали! Всех приглашаем фотоциклать! Выходим в середину школы! А ну-ка, танцуют ручки! Не обошел стороной праздник и детей, которые в силу различных причин находятся в больнице. Так веселый клоун Андрей Якин принес Масленицу в Краевой детский онкогематологический центр и накормил всех ребят вкусными блинами. Дети должны понимать, что они остаются детьми. У них должны быть такие же детские радости, как у тех детей, которые сегодня находятся дома, которые находятся, может быть, где-то в других местах, отдыхают. Эти дети должны понимать, что они такие же, как и все. Они не выпрошены из общества, несмотря на тяжелую болезнь. Кстати, о блинах. Главном угощении – Масленицы. Блины на Руси появились более тысячи лет назад. За это время рецепты их приготовления претерпели множество изменений. По традиции, каждая хозяйка располагала своим собственным способом приготовления блинов. Они пихлись из разных видов муки с добавлением разнообразных ингредиентов, но всегда оставались любимым угощением в каждом доме. Обыкновенный блин. Жарим его. Жареный блин с двух сторон. Затем укладываем в приготовленную печень паштет из куриной печени. И далее мы его собираем юбочкой, чтобы каждая складка была на этом блинчике. Прямо складками, складочками. И оно получается как мешочек. Мешок, который можно завязать луком. Подают такие узелки с ягодным соусом. А вот тем, кто не любит экспериментировать со вкусовыми сочетаниями, советуем просто напечь стопку блинов, промазать их кремом из творога и сметаны и запекать в духовом шкафу в течение 15 минут. Блинный торт готов. А вообще меню на Масленицу очень обширное. Конечно, считается издавна, что мясных блюд должно быть чуть-чуть меньше. Потому что мы уже готовимся по сту. А больше рыбных блюд. Поэтому мы с ребятами сегодня приготовили и рыба запеченная по-русски, и заливное из рыбы. Мы приготовили также и блюда из птицы. Птицы по-столичному, мясо по-купечески приготовили, жаркое по-русски. Это издавна всегда мы делали на любой праздник. Картофель тушеный в горшочках всегда у нас присутствовал. С такими угощениями не стыдно и в гости сходить. В Масленичную неделю принято вкусно кормить родных и знакомых. Отказывать себе в удовольствии повеселиться и полакомиться блинами не стоит. Ведь уже с понедельника у православных христиан начинается Великий Пост. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.